Сможешь ли ты добиться триумфа, зависит только от уровня твоих знаний, сказал кто-то из великих. И мы сегодня снова вместе, чтобы еще на несколько шагов приблизиться к успеху. Здравствуйте, это программа «Страна знаний» и я ее ведущий Сануржан Сулейменов. Когда-то, очень-очень давно, на заре человечества люди уже любовались звездным небом. И оно манило их, как манит все неизведанное. Но постепенно они стали наблюдать за небесными явлениями и заметили взаимосвязь движения светил и периодических изменений погоды. Астрономия тогда была перемешана с астрологией, а как самостоятельная наука, она появилась только в эпоху Возрождения. И процесс пошел. Мир узнал плеяду великих астрономов. Галилей, Кеплер, Коперник, Ломоносов. Все они делали открытия и отстаивали свои идеи. А порой даже ценой своей жизни. Как это случилось с Джорданом Бруно. Сегодня, в век освоения человеком космоса, мы уже достоверно знаем о звездном небе очень много. И все это благодаря астрономии и разделам, которые входят в эту науку. Сегодня космос изучают. Небесная механика, космология, космогония, астрометрия и, конечно, астрофизика. Все мы слышали о таких науках, как физика, химия и астрономия. Но вот удивительное явление. Эти науки, объединяясь, могут превращаться в совершенно новые. Одна из таких наук – астрофизика, которая изучает физическую природу космических тел. Плотность, температуру, массу, химический состав, возраст небесных тел, их образование, развитие и взаимодействие друг с другом. Имя астрофизики придумал немецкий ученый Иоганн Карл Фридрих Тюллер в 1865 году. С древнегреческого – астро – звезда, а физика – природа. Человеческий глаз не способен уловить на небе ничего, кроме слабого света от дальних звезд. Но как же люди тогда поняли, что существуют другие галактики, например, и из каких веществ состоит та или иная планета? Ответ прост. С помощью астрофизических обсерваторий. Техническая революция помогла создать людям более мощные глаза из стекла и железа, которые называются телескопами. Кроме оптических телескопов, о которых мы все знаем, существуют и другие их виды. Радиотелескопы, рентгеновские телескопы, гамма-телескопы. Свет, радиоволны и рентгеновское излучение – все это электромагнитные волны с различной длиной волны. Для астрофизиков важно извлечь из приходящего электромагнитного излучения как можно больше информации. Для этого исследуют спектр источника, то есть производят спектральный анализ электромагнитного излучения небесных тел. С его помощью стало возможным измерить температуру, определить химический состав небесных тел, которые удалены от нас на гигантские расстояния. На сегодняшний день немногие страны в мире могут похвастаться наличием астрофизических обсерваторий. Казахстан – одна из таких стран. В Алматы находится астрофизический институт имени Василия Григорьевича Фесенкова, которому подчинены три действующие обсерватории – Каменская плата, Асситургень и Тиньшанская астрономическая обсерватория. Астрофизика является одной из самых бурно развивающихся наук на протяжении последних десятилетий. Судите сами. Каждый день появляется несколько десятков новых оригинальных астрофизических статей. И несмотря на то, что мы уже очень многое знаем и число новых результатов быстро растет, перед учеными стоит много серьезных проблем. Например, природа темного вещества и темной энергии, механизм взрыва сверхновых звезд или поиск планет земного типа. Для астрофизиков космос является продолжением научной лаборатории, где изучаются важнейшие физические законы, создаются и проверяются новые физические представления и теории. Вместе с физикой и другими естественными науками астрофизика формирует представление человека о том безграничном мире, который его окружает. В современном мире для людей создаются все условия, чтобы экономить время и жить с комфортом. Человек изобрел холодильник и пылесос, автомобиль и самолет. Новые технологии позволяют нам общаться на расстоянии десятков тысяч километров и быть в курсе всех событий, происходящих в разных точках Земли. Время, когда покупатель бегал за товаром, прошло. Теперь вещь сама ищет себе хозяина. За каждым кликом на сайте или в приложении стоит реальный человек. И очень скоро интернет-магазин начинает узнавать вас, запоминать, что вы покупаете, чем интересуетесь и какие страницы часто посещаете. Будем ли мы в будущем ходить на рынок или прилавком станет монитор компьютером? Это вопрос времени. Торговля будущего. Какая она? Ответить на этот вопрос можно уже сейчас. Сегодня коммерция происходит в несколько этапов. От производителя товар отправляется к посредникам-дилерам или ритейлерам. Их еще называют перекупщиками. Причем один товар может пройти через десяток перекупщиков, прежде чем попадает в руки конечному потребителю. В будущем все будет по-другому. Изменится логистика. Посредники сократятся, а значит и стоимость товаров скорее всего уменьшится. Произойти это может благодаря интернету. Уже сегодня по всему миру активно открываются интернет-магазины. Это специальные порталы, где производитель выкладывает товары, прилагая фотографии и описания. Покупатель выбирает цвет, размер, фасон и делает заказ. Оплата происходит при помощи банковских карт, виртуальных денег, веб-мани или наличными при доставке товара курьерам. Это все очень удобно. Сидишь себе дома, выбираешь товар, оплачиваешь и ждешь доставки. В Казахстане с каждым годом все больше веб-порталов, предлагающих купить различные товары и услуги. Так можно приобрести билеты на самолет или поезд, любую электронику, одежду, обувь, товары для дома. На казахстанском рынке существует около 200 интернет-магазинов. Еще один вид торговли будущего – это вендинг. То есть продажа без участия продавца. Всю работу делает автомат. Да-да, наши автоматы с шипучкой, мороженым, кофе и снэками – это начало торговли будущего. А в Японии уже сегодня появились целые улицы с автоматическими витринами. Продают все – газеты, цветы, электронику. Привычные нам супермаркеты тоже изменятся. Количество персонала уменьшится. Еще одна услуга будущего – касса самообслуживания. Сэлф-чекаут. Покупатели самостоятельно пробивают товар. Такие уже активно используются в Европе и Америке. Кто знает, может, в будущем в супермаркетах вообще не будет персонала, и вся работа будет выполняться роботами. И товар посоветуют, и подскажут, как его найти, и будут следить за порядком на полках. И все-таки какой будет торговля будущего – покажет нам время. Да, в наше время все сделано для удобства человека. Скоро и продукты мы будем заказывать по интернету. Современные продукты питания упакованы и расфасованы так, что их удобно не только перевозить, но и хранить, и использовать. Кстати, упаковка всегда играла важную роль в жизни человека. Еще древние люди разливали жидкости в специальные амфоры – прообразы современных нефтяных бочек. Горлышки их закрывались пробкой из необожженной глины и не пропускали воздух, предохраняя товар от портки. Тогда же появилась маркировка товара и первые этикетки. В начале 20 века многие знаменитые художники, и даже сам великий Пикассо, разрабатывали дизайн этикетки. Это было начало расцвета полиграфического искусства. Сегодня этикеточное производство предлагает безграничные возможности в области дизайна и полиграфии. Хотите убедиться? В нашей программе возможно все. Известная поговорка гласит – встречают по одежке. И это абсолютно верно. Первое впечатление у человека всегда складывается на основе того, что видят его глаза. И не только, когда он видит другого человека. В повседневной жизни нас окружает огромное количество предметов. Мебель, продукты питания, одежды, косметика, книги и многое другое. Мировые производители знают это. И давно следует одному правилу. Чем ярче и интереснее упаковка и этикетка продукта, тем больше внимания он к себе привлекает. Но это далеко не единственная задача упаковки. Ведь еще важно, чтобы в ней продукт хорошо сохранялся. И его было удобно перевозить. Поэтому изготовление упаковки проходит в несколько этапов. И начинается все с процесса подготовки. Сначала нужно подобрать все необходимые материалы для работы. Файлы, эскизы, подобрать цвета и разработать художественное оформление будущих изделий. Этим занимается Центр допечатной подготовки. В то время, пока кипит работа по подготовке этикетки, в конструкторском отделе происходит создание макетов. Здесь вырезают, а затем собирают будущую коробку. Делают это на специальном оборудовании, которое называется плотник. Этот аппарат значительно облегчает процесс работы. Раньше нужно было делать это вручную. Вырезать, развиновывать, загибать. А сейчас человеку нужно лишь задать правильные параметры, дождаться результата и собрать коробку. Когда конструкция и дизайн макеты одобрены, можно начинать процесс производства. Существует множество типов бумаги. Но здесь работают в основном с тремя ее видами. Афсетной, типографской и мелованной. Афсетную бумагу используют для печати книг. Типографская бумага более гладкая. Она идеально подходит для печати иллюстраций. Мелованная бумага получила свое название из-за высокого содержания в ней мела. Она подходит как для работы с текстом, так и для глубокой печати рисунков. Рисунки печатают на специальном принтере. Когда все печатные операции завершены, изделия подвергаются окончательной подготовке. Чтобы собрать коробку, нужно отметить на картоне специальные линии, по которым будут сгибаться стенки упаковки. Этот процесс называется высечкой. Для получения высечек лист бумаги или картона помещают на стеллаж и закрывают крышку пресса. Педаль нажимается, и пока еще плоская упаковка, получают все необходимые срезы и загибы. Затем упаковку склеивают специальным клеем. А для некоторых видов упаковки клеем не нужен. Их просто собирают как конструктор. Коробку можно собрать здесь или же на месте продажи товара. Так делают в магазинах фастфуда. Как видите, тонкостей в этой работе немало. И теперь вы знаете, как и из чего создают красивую и практичную упаковку для товаров, которые вы используете каждый день. Ну что ж, друзья, время неумолимо, и нам пора прощаться. Но ненадолго. Ровно через неделю мы с вами встретимся снова, чтобы отправиться в очередное путешествие по стране знаний. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова